Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Благодаря относительно недавно заработавшему API, у нас наконец-то появились статистические данные по подводным лодкам. И мы прямо сейчас получим ответы на такие крайне интересные вопросы, как Насколько подводные лодки на самом деле опасны? Или может быть бесполезны? Насколько они влияют на бой? Какие подводные лодки менее эффективны, а какие более? И какие самые лучшие и крутые? Все это посмотрим по всем уровням от 6 до 10. Забегая вперед скажу, что некоторые цифры меня очень удивили. Данные статистики доступны пока по Евросерверу, но и это неплохо, потому что там игроков почти в два раза больше, а значит статистические данные более объективны. Начнем с 6 уровня. Перед вами выборка по подводным лодкам и эсминцам 6 уровня, чтобы можно было сразу оценить результативность подводных лодок по сравнению с эсминцами. Смотрим средний урон по возрастанию, то есть начиная с самых малодамажных кораблей. На подводные лодки до их последних изменений от 22 года не обращаем внимания. Смотрим уже новые. И видим, что меньше всего урона на 6 уровне набивает эсминец Фарагут. Потом идет подводная лодка США Кошалот. Затем два эсминца Гневный и Фубуки. И далее подводные лодки в перемешку с эсминцами. То есть по среднему урону подводные лодки немногим уступают эсминцам. Между ними нет какого-то серьезного разрыва, при котором можно было бы утверждать, что подлодки наносят урона гораздо меньше эсминцев. Нет, как видим, они дамажат примерно на уровне худших эсминцев по урону. И забегая вперед скажу, что в среднем такое прослеживается на всех уровнях, за некоторым исключением особо мощных подводных лодок. Смотрим винрейт. И здесь ситуация у подводных лодок еще лучше. Относительно эсминцев они находятся в серединке, а некоторые даже чуть выше среднего. И опять же подобная ситуация в среднем прослеживается и на всех уровнях, что мы еще увидим. Поэтому вопрос о том, что подводные лодки якобы бесполезны и крайне слабо влияют на бой, можно со всей уверенностью закрывать. Факты говорят о том, что они в среднем лишь немного уступают эсминцам по влиянию на бой и урону. И это достаточно много, потому что в нашей игре эсминцы были королями влияния на бой. Они ими и остаются, но подводные лодки их в этом плане начинают подпирать и покусывать снизу по цифрам и подтапливать в боях. Теперь смотрим, какие подводные лодки на шестом уровне самые лучшие. По винрейту и урону первая немка. Кстати, ее я в своих обучающих видео по подводным лодкам всегда советую начинающим подводникам для освоения класса. Но на шестом уровне выбор подводных лодок невелик. Самое интересное начинается на более высоких уровнях. Смотрим восьмерки. В выборке по подводным лодкам и эсминцам по урону на последнем месте внезапно альянс. Однако не спешим называть его кактусом, ведь по урону он близок к лоянгу, а по винрейту даже выше его. А лоянг это очень мощный эсминец. Но правда мы видим, что в среднем народ не особо может ни в лоянг, ни в альянс. После лоянга по возрастанию урона идет еще одна премиум подлодка С-189, а затем британка, немка и с некоторым отрывом американка, и потом премиум японка. Но давайте перед тем как делать выводы посмотрим винрейт. И мы видим, что если на шестом уровне подводные лодки были на уровне самых худших эсминцев, то на восьмом они уже уверенно забрались в середину, опережая довольно много эсминцев по влиянию на бой. Но давайте сделаем выборку только по подводным лодкам. И мы видим, что по винрейту самые эффективные это прокачиваемые американка и британка. Затем идет Альянс, потом немка, затем И-56, которая по винрейту обходит советскую С-189, что довольно удивительно, потому что я всегда считал советскую более эффективной в плане влияния на бой. Ну а по урону, как видим, первая И-56, затем прокачиваемая американка. Смотрим десятки. Видим, что здесь подводные лодки по сравнению с эсминцами снова на уровне худших по урону, но обходят довольно неплохой эсминец цетку 52-ю. То есть все подлодки 10-го уровня в среднем набивают урона больше цетки и подпирают снизу Альвара де Басан, что довольно показательно. По винрейту же у подлодок 10-го уровня дела очень даже неплохи на фоне эсминцев, потому что они опережают Альвара де Басан, Эльбинг, Шимакадзе, Гиринга, Форест Шерман и Харугума. У немки У-25-01 винрейт лучше. Потом идет еще пачка эсминцев и затем Трэшер, и потом чуть выше Балауа. Да, винрейт у подлодок 10-го уровня невысокий. Он на среднем уровне и сильно уступает по влиянию самым имбовым эсминцам 10-го уровня. Так что на 10-м уровне мощные эсминцы в среднем все еще влияют на бой ощутимо сильнее подводных лодок. Ну и теперь давайте сделаем выборку только подводных лодок всех уровней, чтобы выбрать лучшие. И тут нас будет ожидать один интересный сюрприз. Так по урону на первом месте Балауа. Не зря это моя любимая подводная лодка в игре. Потом идет Трэшер и немка У-25-01. Потом японка 8-го уровня И-56 и далее другие из списка. Но если мы сделаем сортировку по средним фрагам, то увидим, что среди всех подводных лодок на первом месте внезапно стоит японка И-56. И это достаточно удивительно. Потому что если насчет урона в среднем все понятно, ведь у нее много торпед, Но при этом при ее ужасной маскировке и слоупочности ей очень сложно бороться с мелкими целями. И вообще у нее достаточно много сложностей. Лично у меня по фрагам другие подводные лодки показывают результаты лучше, в том числе Балауа, С-189 и Альянс. Но мы видим, что в среднем на первом месте по фрагам именно И-56. Так что явно эта подводная лодка очень мощная и часто недооцениваемая. Регулярно приходится слышать и читать мнение, что С-189 эффективнее. Да я и сам так считаю. А вот оказывается, что в среднем по статистике нет. Японка по урону лучше. Лучше по фрагам и даже по винрейту она чуть выше С-189. Ну а самая первая по винрейту это американка восьмого уровня Салман. Затем британка восьмого уровня Стадий. Потом три шестерочки. Затем Альянс, У-190, И-56, С-189, Балау, ну и так далее. То есть восьмерки и шестерки в среднем на бой влияют получше десяток. Видимо потому, что на десятом уровне у кораблей уже довольно мощная защита от подводных лодок. Да и игроки там активнее атакуют их. Так что самый рай для подводников это шестой и восьмой уровни. А прокачиваемые подлодки оказываются внезапно эффективнее премов. Вот так-то. А то кто-то утверждал, что С-189, Альянс и И-56 это чуть ли не pay to win. Так вот нет. Прокачиваемые Салман и Стадий влияют на бой получше. В общем играть или нет на подлодках каждый решает сам. Но теперь вы знаете важные факты про реальную степень их влияния на бой и какие среди них лучшие. Не забываем поддерживать канал в ответочку. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджи. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза.